На Западе масштабная проблема торговли с детьми, торговли с органами. НАТО не хочет обсуждений про Россию как победителя НАТО. Они готовятся к вашей войне, им нужны провокации. Есть разные сценарии провокации, они могут провокации естественно организовать на вашей границе. В России, конечно, постоянно есть успехи, новые успехи, яркие успехи. И это тоже большая проблема для НАТО, для Евросоюза. Йохан, здравствуйте. Здравствуйте. Начать нашу беседу хотелось бы с вот такой темы. Я уверен, вы слышали о тех обвинениях, которые Евросоюз выдвигает в адрес России, и в том числе Белоруссии, о том, что они якобы похищают детей из Донбасса и вывозят на свои территории. Но есть и другие примеры, могу их зачитать. Территория Украины был продан в Испанию дом с 85 детьми, после этого их судьба неизвестна. 500 детей с территории Донбасса под контрольной Киеву также вывезли в Польшу и Израиль, и их судьба после этого тоже оказалась неизвестной. Ну и в Нидерландах сообщали о пропаже 170 украинских подростков. Это лишь единичные примеры. Как ЕС может выдвигать такие абсурдные обвинения в адрес Белоруссии и России, когда у них на территории, у самих, дети из Донбасса пропадают просто в промышленных масштабах? Да, это, естественно, очень актуальный вопрос и правильный вопрос. Во-первых, конечно, вся пропаганда Евросоюза против и НАТО тоже против России и Белоруссии – это полный фейк. То есть это утверждения и нарративы, которые в этих пропагандистских лозуках Запада, то есть Евросоюза и НАТО – это, конечно, вранье. То есть это полное вранье. Ну, теперь, почему именно дети, почему Евросоюз фалсифицирует деятельности России и Белоруссии тоже в спасении детей из Донбасса? Но, конечно, военный блок НАТО и Евросоюз, они не могут поддерживать нарратива, где Россия и Белоруссии в качестве спасателей. Естественно, нет. Но если Евросоюз признает, что да, действительно, Россия и Белоруссии спасали детей из Донбасса, тогда возникает следующий вопрос – от чего, от кого спасали детей? Надо же понять, что Евросоюз сейчас воинствующая организация, которая фактически ведет тоталную войну против России. И в том числе ведет тоталную войну и против гражданского населения России, и в том числе против детей. И поэтому они, конечно, любой ценой это фалсифицируют все события. Но я считаю, что это, конечно, всего лишь новый пример тех пропагандистских лозунгов, которые провали. То есть это провал пропаганды Евросоюза. Напомню, какие были еще до этого – это Буча. Вокруг Буча масштабная агитация, но это провал, потому что мы не верим. Это западная аудитория не верит. Потом до этого уже был роддом Мариуполя. Роддом Мариуполя, помните, там беременная актриса была. Было такое. В дворе. И это тоже мы не верим, потому что там как-то что-то не то. То есть это тоже провал. Но до этого, кстати, еще были попытки. Именно такие были лозунги «Канцлагеря ДНР и ЛНР». То есть они попытались это именно западное и НАТО. Но это тоже провал. Это даже кто не помнит. А теперь они решили, они придумали так, что Россия на самом деле это делает очень доброе дело. Спасет детей из Донбасса. Там действительно опасно для детей и так далее. И дает им достойное детство, качественное воспитание, безопасность и так далее. Уют. Решили это перевернуть полностью, фалсифицировать полностью. Говорит о том, что это якобы какое-то воровство детей, какой-то депортации. Но им очень нравится депортация. Эта депортация тоже. У них же была вот эта депортация из Прибалтики. Это то, что якобы советские власти депортировали. Ну, там действительно были депортации. Но это же не геноцид в масштабах какого-то геноцида. Это исторический факт. Это надо отдельно, конечно, обсуждать. Но им очень нравится то, что они это развивали. Это уже в 90-х развивали такие фейки, что депортация из Белоруссии – это хуже этого Холокоста. Или можно сравнить с Холокостом. Но сейчас-то они начали развивать именно та же тема. Тот же лозунг. Наратив такой же – это депортация детей. То есть это, конечно, еще хуже. Это же при Балтике же было депортации взрослых. А сейчас это депортация детей. Но им тоже не удалось. Потому что после этого, напомню, что был розыск от Международного уголовного суда. Именно на основе этого якобы. Но там же против полномоченного права детей России. Тоже девушка. Но она тоже очень плохо не попадет в роль главного преступника. Потому что это же действительно добрая девушка, добрая женщина, которая действительно работает для детей и так далее. Поэтому это в очередной право упал. То есть это ответ на вопрос. То есть Запад, конечно, попробует создавать новые НИФы, новые ФИКи для того, чтобы обвинить Россию о чем-то. И Белорусы тоже о чем-то. Но до сих пор, если это цепочка вот этих ФИКов, от Вучи до этих якобы депортаций детей, мы видим, что это полные ФИКи и полный провал. То есть это от людей не видит. Но еще могу добавить, что может быть, на Западе, тоже ответ на ваш вопрос конкретный, они скрывают. То есть у них есть на Западе масштабная проблема торговли детьми, торговли с органами и так далее. И они это скрывают. Но как можно скрывать? Это, естественно, скрывают так, чтобы начать какую-то масштабную пропаганду, и чтобы отвлечь внимание именно на это якобы какое-то событие. То есть это тоже вероятность достаточно большая, что они скрывают, и, между прочим, используют Украину, конечно. Еще из недавних событий, я думаю, вы слышали об этом, о том, что Польша перебросила две дополнительные бригады к белорусским границам. Ну, вообще считается, что это связано якобы с тем, что белорусские военнослушащие проводят совместные учения с ЧВК «Вагнер», но здесь ситуация как-то по-другому видится, потому что вот эти вот учения стран НАТО у белорусских границ, они же проводятся давно и на регулярной основе, то есть задолго до того, как ЧВК «Вагнер» в принципе появились в Беларуси. И как вы считаете, с чем на самом деле может быть связана переброска дополнительных войск к Польше и к белорусским границам? Речь идет о том, что вот этой тотальной войне Запада против русского мира, скажем так, здесь, естественно, главная проблема, это, конечно, долгое время это уже был союз Белоруссии с Россией. Это же очень важный элемент в евразийской интеграции, самый сильный элемент в евразийской интеграции и так далее. Можно сказать, самый сильный элемент русского мира. Но здесь, конечно, Запад же была же, Белоруссия по путике, это же Запад хотел организовать в вашей стороне цветные революции, так называемые. Тоже провал. Тоже провал. И они же даже создавали вот эти фейковые люди, да, то есть это если американцы поставили фейкового президента в Венезуэле, да, вот это такое-то, они у вас тоже поставили. Но это тоже люди не верят, это как-то серьезно никто не принимает. Вот теперь, в любом случае, это война, подготовка вашей войны против России. Это идет, потому что сейчас первый принцип западной политики в данный момент, это именно то, что Украина, так называемая, должна победить любой ценой. И вот это повторяют, повторяют, повторяют постоянно наши политики, вот эти лозунги, Украина должна победить, и больше и больше оружия туда. Мы видели, кстати, вчера, по-моему, вчера утром была у Мьошки Фадиси храма, да, но это же ПВО западное, которого они еще не умеют использовать. И вот туда попали вот это ПВО, естественно, даже видели, что это не может быть калибр или какое-то русское оружие. Поэтому, кстати, Финляндия только что туда отправила ПВО. То есть мы, я считаю, что это может быть финское ПВО, потому что они не умеют использовать, и они в панике. Говорят, вот тоже это западный миф, это контрнаступление Украины. Но это уже шутка. То есть что, что про это, то что, понимаете, вот это запад, конечно, вот ярости сойдет с ума, потому что, понимаете, как долго они попробовали, все, но это везде провал. Никаких успехов абсолютно нет. Поэтому они готовятся к большой войне, у них есть какие-то планы. Мы полностью этих планов, к сожалению, не можем знать. Сейчас странность этой ситуации в том, что НАТО – это как будто какое-то новое псевдогосударство, Четвертый Рейх или что-то таковое. То есть мы даже до сих пор не можем понять, что такое НАТО сейчас. Потому что все говорят о конфликте «Россия – НАТО». Но Россия – это же государство. А НАТО что? НАТО – это что? Ну, говорят, международная организация. Ну, поэтому, а кто руководит? Ну, это точно не демократическая организация НАТО. Поэтому здесь большие проблемы. Они готовятся к большой войне, им нужны провокации. Есть разные сценарии провокации. Они могут провокации, естественно, организовать на вашей границе. Может быть, это и следующая цель. Потому что они провал, вот, контрнаступление на Украине, естественно, надо обязательно, надо вот это какое-то внимание, вот какую-то другую сторону. Здесь большая угроза, естественно, это то, что это НАТОвцы и британцы особо очень любят этих самолетов. То есть это именно сбить. Поэтому сбитие какого-то самолета – это для них очень успешный вариант именно теракта и информационно-психологические операции. Потому что тут шок, это страшно. Ну, как было это Боинг. С Боингом, да. Да, то же самое. Хотели Боинга в Донбассе. Я, кстати, был в этом месте, где это Снежное, такое село Снежное. Это ровно в середине Донецка и Луганска. И хотели туда сбили Боинга. Хотели туда ввести войска западные. Сразу же. То есть там был план – это оккупация Донбасса после сбития Боинга. Видимо, они сейчас что-то такого могут планировать. К сожалению, их планы, естественно, сверхсекретные. Это очень трудно узнать, но можно догадаться, естественно. Кстати говоря, Владимир Путин совсем недавно сделал такое важное заявление, что потенциальная агрессия в сторону Беларуси, со стороны Польши, будет расцениваться как агрессия в отношении России. Может быть, это как-то остудит пыл польских политиков от этой самой потенциальной агрессии, как вы считаете? Они же уже нападут на территорию России свободно. Только что были, или думают, что они могут свободно. Кстати, очень важные, опасные... Ну, естественно, Беларусь – это Россия, это же союзники. Конечно, территория Беларуси – это одно и то же. Хотя и от России есть много союзников, которых она тоже защищает, и которых месть. Но я хочу напомнить, была очень интересная провокация. Я давным-давно, наверное, вы вспомните такой Матвияс Руст. Матвияс Руст – это маленький самолетик, самолет, который прямо до Красной площади. И то, что с этими... Это тоже было, ну, инициировано ЦРУ, западными спецслужбами для того, чтобы это информационно-психологическая операция опять. И потом после этого начали говорить в таком тоне, что типа самолеты могут летать туда свободно, поэтому, наверное, Советский Союз вообще существует, или Советский Союз вообще, потому что так далее. Вот это была такая очень... Это, кстати, через Финляндию тоже там была планирована, спланирована. Через Исландию, потом Финляндию и так далее. Ну ладно. Но они могут сейчас что-то... Потому что они сейчас дронами работают везде. Но дроны, конечно, дроны уже находятся на территории России. То есть это кто-то привез каким-то образом, и оттуда они их используют, естественно. Но потом они делают вид, что они якобы издалека, через границу и так далее. Поэтому идут такие постоянные попытки создавать новых нарративов именно. Но они как-то... Понимаете, это западное общество, или это элитарные круги, они сойдут с ума от ярости, потому что они не могут создавать никаких эффективных против России, против Беларуси. Сколько они уже против Беларуси ведут эту информационную войну, и лично против президента Вашего Лукашенко. И это все тоже... Никаких успехов нет. То есть годами идет эта пропаганда, никаких успехов нет. Поэтому... Кстати, вчера видели очень красивые фотографии. Ваши президенты Путина Лукашенко были в Аламе, в Карелии. Это очень красивые кадры. То, что... Понимаете, это такие вещи. Вот у вас такие нарративы, а вот это запад сойдет с ума. Но ситуация, конечно, очень опасная, естественно. Вы ранее вот совершенно справедливо отметили, что украинское вот это так называемое контрнаступление, оно ожидаемых результатов не приносит. И это отмечают не только в России, но и в Украине. И даже в Пентагоне напрямую говорят, что, ну, ожидаемых результатов в СУ не достигли. И здесь, я думаю, не стоит исключать такого варианта, как введение в Украину какого-то дополнительного воинского контингента, например, с Польши, для занятия западной части Украины. О чем, кстати, тоже неоднократно заявляли в России. Да, это вероятность, конечно, большая. Об этом говорил Путин недавно. И тоже и другие ведущие личности России говорили об этом. То, что действительно может быть решение вопроса провала войны Зеленского. То есть тут много вопросов. Что делать с Зеленским? Ну, Зеленский пока там сидит, конечно. Но вариант оккупации, западной оккупации или оккупации войсками НАТО западной Украины, это вариант, естественно. Но для этого тоже нужны провокации. Нужны провокации, чтобы они могут своим народом объяснить ход этими ломанными какими-то пропагандистскими лозунгами, но в любом случае каким-то образом объяснить. Как они тогда же показывали Пучу, показывали вот этого, эту актрису в роддоме Мариуполя, и так далее. Вот они тоже... Потом они говорили, что надо сейчас отправить оружие в Украину, чтобы остановить геноцид и так далее, и так далее. Поэтому сейчас они тоже что-то планируют. Может быть, это сбить самолеты. Это самый опасный вариант, потому что очень много самолетов есть на территории, летят на территории Европы. и они могут что-то... Потому что вот этот, например, этот Боуинг в Донбассе, это как-то тоже провал вот этого, то, что они не верят до конца, потому что очень много путанных фактов, но в любом случае они могли с этой помощью открыть такую масштабную пропаганду именно в этой западной аудитории против России. Это там же начали сразу обвинить русских, Путина и так далее. И сейчас я... Я очень... Ну, то есть я очень боюсь, что они это повторяют сейчас именно натовцы, британские спецслужбы. Но британские спецслужбы и британские вандалы, то есть они хорошо организуют эти теракты. Но Крымский мост, это, естественно, британские спецслужбы, которые это все организовали. Они, к сожалению, умеют, поэтому опасность того, что в любом случае, то, что вести контингент западную Украину, нужны провокации. Нужны провокации нового типа, нужны провокации более масштабные, более успешные, но хоть каким-то образом успешно. Хоть они могут это неделями это повторять, одно и то же, вот это тоже они хотят. Поэтому ситуация, конечно, очень опасная. Ну, вот что касается ввода этих войск, вы как считаете, как это произойдет? Это будет означать полномасштабную войну НАТО с Россией, либо эти войска могут ввести как-то в обход уставу Североатлантического Альянса? НАТО, конечно, НАТО не хочет, что люди на Западе, думая, что есть война, НАТО произвыросли. Поэтому они хотят создавать эту буферную зону, там находятся какие-то поляки, может быть, финнов тоже туда отправить, может быть, каких-то других. Но вот именно то, что, ну, может быть, какие-то, говорят, что поляки, может быть, там какая-то мобилизация будет в Польше и так далее. Не знаю. В любом случае, если там поляки стоят, там какой-то независимый контингент, тогда вот они говорят, НАТО говорит, что-то не они, это мы поддерживаем, мы поддерживаем, конечно, с какими-то техниками и так далее. Но в любом случае, это не наша, то есть НАТО не хочет, кстати, очень интересный вопрос, почему НАТО не хочет такого нарратива, развивая, что НАТО против России. Ну, фактически, это же есть, конечно, НАТО против России, но НАТО этого не признает. Почему? Поэтому НАТО не хочет, НАТО не хочет обсуждений, про НАТО как, то есть про Россию как победителя НАТО. То есть если будет конфликт с Россией-НАТО, тогда кто-то будет победителем. То есть это либо Россия, либо НАТО. Вот этого НАТО не хочет. Поэтому это всегда, якобы, наблюдает издалека. И, ну, скорее всего, так. либо победителя вообще не будет, потому что, ну, я думаю, очень вероятен исход в случае войны России с НАТО того, что, ну, просто полетят ядерные ракеты. Естественно, но, конечно, конфликт России с НАТО уже идет. Россия, конфликт России с НАТО уже идет. Об этом говорят, откровенно, в российские СМИ, белорусские СМИ. Но НАТО не признает конфликта НАТО с Россией. Почему? Потому что НАТО не может терпеть позиции провала или проиграть этого, вот этот сценарий, проиграть этого конфликта и так далее. Потому что вероятность того, что НАТО может проиграть этот конфликт. Ну, А теперь, что касается ядерных оружия. Ну, есть в России, конечно, доктрина ядерных оружий, использования ядерных оружий, там все четко написано. Четко написано, в каких условиях Россия может использовать ядерных оружий и каким образом тоже написано. Ну, процедуру, процесс использования и так далее. Это все ясно. Естественно, НАТО и британцы, они, конечно, разрабатывали тоже планы провокации использования ядерных оружий. Но здесь опять нужны какие-то, как говорят, false flag, да, то есть это есть взрыв, а потом обвинение в России, в Адресе, Россия. Это же главный нарратив, это обвинить Россию во всем. Поэтому, они этого сейчас не используют, потому что это, естественно, неуспешный план. Хотя они могут что-то опять, но я думаю, что они, скорее всего, к сожалению, к сожалению, продолжают этими, так сказать, для них, к сожалению, традиционными, да, со самолетами, так далее, сбитие самолетов. Кстати, почему так много пожар? Пожар сейчас в юге Европы, тоже мой вопрос. Вот куда этот пожар? Везде горит, из юг Европы, тоже туда внимание сейчас и так далее. Если вернуться вот к этому контрнаступлению, так называемому, здесь тоже высказывается такая интересная точка зрения, что сейчас наступает не Украина, а Россия. Если купенское направление тоже взять, то все чаще слышны новости о том, что в этом направлении Россия продвигается. И поставки вот этих кассетных боеприпасов в Украину, которые США туда уже поставила, опять же, высказывается такое мнение, что против обороняющейся стороны, то есть против России, они бесполезны. Они используются в основном при обороне, против наступления. И здесь опять же есть такое мнение, что таким образом Украина готовится к наступлению России. Ну, если взять тоже купенское направление, то это ведь Харьков. Как вы считаете, действительно ли Украина уже в принципе исчерпала свои запасы для наступления и теперь в наступление пойдет уже Россия? Я согласен с вами, конечно. Здесь большой вопрос, естественно, о том, что есть ли фавши наступление или контрнаступление Украины, как говорят. Но я думаю, что если существует такое контрнаступление, я думаю, что никаких успехов в этой контрнаступлении нет и не было. И трудно сказать, что существует ли оно вообще, потому что нет никаких результатов. А что касается России, в России, конечно, постоянно есть успехи, новые успехи, яркие успехи. И это тоже большая проблема для НАТО, для Евросоюза, потому что сколько они туда отправили оружие в Украине, сколько они уже ввели всякие эти санкционные режимы, новые, новые, новые санкции постоянно, которые ни вообще не влияют на ситуации. Они, видимо, думали, что они могут ввести санкционный режим в воскресенье, а в понедельник в России бунт. Народ бунтует. Вообще абсолютно ничего не произошло. И на самом деле народ поддерживает своих руководителей, если возможно, даже сильнее. В любом случае это то, что думают. Хотя поддержка всегда была, конечно, но я думаю, что это усиливается. усиливается. то, что смешно даже то, что антивоенное движение, про которого Запад очень мечтает, вот такое движение вообще нет. Нет никакой движения. Я не вижу никаких лидеров антивоенных движений, никаких пикетов, нет. Нигде даже, ну, понятно, на территории России нет, но других стран тоже нет. Потому что всем уже надоело поведение Украины, поведение Зеленского. Сколько можно туда, в эту дыру, отправить оружие. Но то, что касается контрнаступлений, так называемых, здесь Запад отправит туда оружие, которых не умеет использовать украинское ВСУ. И не успевают западные инструкторы это обучать. то, что мы видели сейчас в храме Одессы, я думаю, что это даже может быть финские ПВО из Финляндии, потому что только что буквально две недели назад, пару недель назад в Финляндии отправили туда современное ПВО. Я думаю, что они как-то все не умеет использовать, то, что видели такие футки, отправили финны, отправили леопарды. Видели такие на поле не сколько леопардов, и потом это, по-моему, габрамсы еще стоят, горят. То, что это, понимаете, сколько это стоит, вообще тоже хороший вопрос. То есть, понимаете, это сейчас просто конечно провал Украины, победа России, но Запад сейчас планирует, как это объяснить нашей аудитории. Потому что если все политики поддерживают Зеленского, все парламенты поддерживают Зеленского, все наши депутаты кричат вот эти нацистские лозунки, это укронацистов и так далее, больше туда оружия и так далее. То есть, сейчас каким-то образом объяснить нашим народам, что не действует, то, что мы миллиарды, миллиарды, но вообще никаких результатов нет. Поэтому сейчас надо каким-то образом объяснить вероятность того, что будет какая-то провокация, потом какой-то новый контингент в Западной Украине и так далее. Наверное, так. Кстати говоря, Зеленского-то тоже уже не очень-то и поддерживают. Помните, этот недавний саммит НАТО в Вильнюсе и знаменитые фотографии, где много людей в костюмах, там лидеры государств НАТО и Зеленский в этой своей привычной стандартной одежде стоит один-одинешник просто-напросто. Но это тоже было показательно, наверное. Я думаю, что да, но Зеленский же не член НАТО, или то, что Украина не член НАТО, это же НАТО саммит, но то, что я вижу, это поддержка Украине, это продолжается везде, а то, что Украина может быть формально членом НАТО, это вряд ли, потому что им надоело, конечно, они этого не хотят, они, наверное, вот эти фотографии не хотят, да, то, что президент там какой-то парень, который в эти как-то одежда называется, чемпорт, ну что ли, что в кроссовках и вот эти постоянно вот эти какие-то непонятных футболках ходит, то, что, конечно, это очень странно, уже костюмы, я его не видел, это, может быть, месяцами, то, что тут как-то ситуация непонятная, но поддержка в Украине продолжается, поддержка продолжается, никто не отказался из западной правительства, также НАТО от поддержки в Украине, но, естественно, реализовать планы вот это полномасштабное членство в НАТО, конечно, не могут. Ну, кстати говоря, о членстве в НАТО, недавно и ваша страна присоединилась к Североатлантическому Альянсу, много читал об этом, но было бы интересно услышать мнение человека, который, в принципе, является гражданином Финляндии, новоиспеченного члена НАТО. Как вы считаете, Финляндии это действительно было нужно, или это было решение, к которому Финляндию с Кашем так просто подтолкнули извне? Да, я, кстати, гражданин Финляндии, не только в принципе, я фактически гражданин Финляндии, конечно, я наблюдаю, естественно, этого процесса наблюдал долгое время, это, конечно, очень грустный процесс, и только сейчас нам удалось выяснить, что случилось на самом деле. Что случилось на самом деле, потому что они не создавали наш президент Нинистер и его близкое окружение, они для себя создавали какое-то мировоззрение в ходе спецоперации. У них было такое мнение, что если будет взятие Киева русскими войсками, следующая спецоперация продолжается против Финляндии. То есть они просто сошли, то есть наш президент сошел с ума, его окружение, они начали развивать такую версию. И чтобы эту ситуацию решать, надо вступать в НАТО срочно. И хотя фактически против Финляндии абсолютно ничего нет. То есть отношения России с Финляндией были на самом высоком, хорошем, добром уровне. Никаких проблем не было абсолютно. Все было нормально, хорошо. Теперь они решили создавать план вступления в Финляндии НАТО Блицкрика и Сушвецией, вместе с Сушвецией. То есть они были уверены, они были уверены, что будет какое-то нападение России против Финляндии, против голландских островов, против Швеции, может какие-то островов. То есть они сошли с ума с этими новыми какими-то пропагандистскими лоджниками и фейками. И они собрали планы вступления в Финляндии в НАТО Блицкрика. Им удалось реализовать только вступление в Финляндии, потому что Швеции не удалось присоединить состав НАТО. Если бы Швеция одновременно, то есть это тоже провал, потому что они хотели именно Финляндию и Швецию вместе. Одновременно вместе и они много-много раз повторяли везде, что мы вступаем вместе, военный блок НАТО и так далее. И Финляндия вступает только вместе со Швецией. Вот это была линия нашего правительства. Они повторяли много раз. В итоге провал. В итоге провал. Финляндия одна. Это конечно намного меньше, потому что если бы Швеция вместе из Финляндии тогда могли создавать вот такое вообще закрыто море и оккупировать Алландские острова. Алландские острова это очень важная демилитаризированная зона в середине моря и гарантии мира, безопасности также. Они хотели быть именно на то, что ликвидировать нейтралитет Алландских островов и ликвидировать демилитаризацию в Голландские островы. Если бы Швеция и Финляндия одновременно, можно в следующий день, конечно, оккупировать. А сейчас сложнее. Как это было сделано? Это было сделано конечно антидемократическим путем, никакого референдума не было. У нас очень хитрые были действия против нашего народа со стороны нашего правительства в ходе этого процесса. Мы стали заморожниками. У нас катастрофически выросли цен электроэнергии. Это искусственно было сделано. У нас самый дорогой бензин в Европе. Это было 2 евро почти 2,50. То есть это самый дорогой бензин. И у нас еще выросли все возможно выросли. Поэтому все люди во-первых начали банкротиться. Во-вторых были сосредоточены на свое выживание в этих условиях и так далее. И одновременно в прессе были какие-то фейковые опросы, соцопросы публикованы, что якобы 80% финнов поддерживают НАТО и так далее. Каждый день были публикации о том, что Путин собирается против Финляндии что-то сделать и так далее. Хотя на границах все было спокойно, конечно. И в итоге Финляндия попала в НАТО. То есть это, конечно, не честь нас, скажем так. Что ж, Йохан, спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо, что выделили время и за ваши интересные и развернутые рассуждения. финляндии. Продолжение следует...